В двух последних матчах Йокерит сумел забросить только одну шайбу. Предыдущая игра для Йокерита закончилась тем, что команда за 60 минут игры и вовсе не смогла поразить Лим. Передача на Мазякина. Мазякин быстро возвращает шайбу Лим. Дальше она у Фарипова. И мягкое подставление было сейчас от Виктора Антипина. Вот та атака Магнитогорцев, когда в большинстве Зарипов разбрасывал шайбу на Антипина. Это Йенцин, да. Пришлось развернуться, чтобы шайбу сохранить. И продолжения впереди не было. Ой, какой опасный момент. Ой, какой момент. И шайба, по-моему, не прижата. К Харрисоном гол. 1-0. Судья эту шайбу засчитывает. Опять будет ругаться Вестерланд. Опять он будет говорить, что судьи не всегда лояльны по отношению к Лимскому коллективу. Где-то все-таки шайба была. Но всего бы этого не было, если бы не Йенцин начал чудить. Арсенюк бросил. Проинтуичил. Карлсов, куда шайба, пойдет. Карлсов, видите, ее задевает. И где-то даже сам ее заталкивает в ворота. Виктор Козлов. Совершает Кошечкин. Но он контролировал полет с шайбы. Он вот так на публику сыграл. И здесь Кошечкин хорош. Сразу же Кошечкин бросает взгляд на ворота. Кошечкин дважды замечательно сыграл. В отличие от обороны Йокери. А теперь смотрим за действием у Василия Кошечкина. Но это уже второй бросок. С которым он свякал. А вот он изначально неплохой позиции открывался. Классно как играет. Аустанин великолепную шайбу Юхамати забрасывает. Красиво все было сделано. Смотрите, как он на лосовом платке обыграл Даниса Зарипова. Ушел от Антипина, уложил на лед Кошечкина. И уже в пустые ворота шайбу переправил. Красиво. В право. Реально круто. Нет слов. Все рассчитал. Но вот возвращаемся опять же к моим словам. Что где-то даже и стоит перетягивать одеяло. Порота на ирону в борьбу навязать. Зрители свистят. Считают, что там было нарушение против нападающего магнитки. А вот сейчас что? Сейчас гол вообще-то забросили. И там был еще один отложенный штраф. Вот дважды Осло сыграл неудачно. Дважды не в нужное время, не в нужном месте оказался Оскар. Сначала правила нарушил. Здесь Алтанин, Хуктала и Хакбар. Вот он, шайба. Быстренько как развернулся и бросил поворотом Оля. Шайбу выгрыз и отправил ее в сетку. 3-1. Большинство ее как-то продолжается. Очень здорово. И отправил ее в сетку. Классно все исполнил Оля. Прицелился. Усадил Кошечкина на колени. И верхом шайбу под планочку вогнал. 3-1. Бирюкова увел за собой Хакман. Хуктала сковал действия Антипина. Которые мешали. Неси комфортный бросок Ритти. Хороший помен. Ковард, гол. 3-2. Интрига жива. Аж трудно было удержать Коваржа. Этот Капанин немного не успел. А два других хоккеиста, они спиной к своим воротам находились. И пока они разворачивались, Коварж уже сблизился с Фратарев. И послал Шайбу в ворота. Ну и опять Карлсон был близок к тому, чтобы... Нет, Капанин не попадает. Слишком здорово бы для Капы сегодняшняя встреча сложилось, если бы он еще и забросил. Три удаления в пассив себе занес. Потом заработал четырехминутное большинство для своей команды, которая была реализована. А три его удаления не были реализованы. А он бы еще и в пустые ворота забросил. Но все равно Капанин молодец. В нужный момент, в тяжелый момент он сыграл как настоящий лидер. И помог Йокериту удержать вот это минимальное превосходство. Йокерит одерживает вторую победу над Магниткой в этом сезоне. И Йокерит прерывает серию неудач. Йокерит перед этой встречей...